Частью будущего чувствуют себя жители поселка Усть-Луга. Это в Ленинградской области. Там разворачивается крупнейшая стройка России. Возводят уникальный комплекс по переработке газом. Такого нет нигде в мире. Впервые на одной площадке будет идти полный цикл производства. Необработанное сырье будут превращать в том числе и в полимеры. Масштабы проекта оценил Кирилл Сергеев. Ритмичный стук тяжелой техники в окрестностях Усть-Луги теперь не прерывается ни на минуту. Больше 20 тысяч специалистов возводят крупнейший в стране и мире комплекс глубокой переработки газа. Фактически целый город на месте пустыря вырос почти мгновенно. Показали и столовую, и медицинский пункт. И дальше продолжается строительство. Крупнейшая стройка России, которая здесь, в Ленинградской области, в Кингисепском районе, ведется строго по графику. Это, наверное, самое важное. Работы кипяты на главных объектах комплекса. Это сразу четыре завода, два из которых тоже рекордсмены. Мощнейшее в Европе производство сжиженного газа будет выпускать по 13 миллионов тонн топлива в год. По соседству цеха для изготовления полимеров, в частности полиэтилена, и вовсе крупнейшие в мире. Сложная система по производству высокотехнологичных полимеров, по производству сжиженного природного газа, он действительно придает нашему комплексу уникальность с точки зрения его позиционирования не только в масштабе России, но и в общемировом масштабе. Больше 400 гектаров и полный цикл переработки. Бытовой газ для этого комплекса скорее побочный продукт, но и о нем не забудут. Отсюда голубое топливо с тамбейских месторождений Ямала отправится на внутренний рынок и экспорт, а само производство начнет работать еще и как логистический пункт. Это высокотехнологичные, современные рабочие места. 5 тысяч человек, которые потом придут сюда работать, это действительно работники высокой квалификации. Это очень приличные налоги. Я пока так скромно говорю, приличные налоги в местный бюджет, областной бюджет и, конечно, бюджет Российской Федерации. Вместе с рабочими местами в регион придет и современная инфраструктура. Для сотрудников уже готовятся выстроить новый микрорайон с детскими садами и школами. Но это дело будущего. Пока проявлять заботу приходится о тех, кто уже живет неподалеку. Мы открываем горячую линию, чтобы местные жители совместно с нами могли фиксировать все нарушения, стоящие на обочине грузовики, грузовики, которые люди паркуют, водители в населенных пунктах. Все нарушения передавать на эту горячую линию мы совместно с администрацией и правоохранительной органы будем пресекать. Впрочем, это скорее временные неудобства. Начать работу комплекс должен уже в 2024-м. Тогда же он выйдет и на расчетные объемы переработки в год до 45 миллиардов кубометров газа. И это, к слову, еще один рекорд. Кирилл Сергеев, Светлана Чернова и Сергей Васильев. Известие специально для Пятого канала.